Здравствуйте! Информационную картину дня представляют журналисты телеканала Первый Карагандинский. В студии Полина Малюкова и в начале выпуска коротко о главных событиях дня. Четыре человека погибли и один попал в больницу в результате ДТП на трассе Караганда-Тимиртау. Авария произошла 10 октября в 4 километрах от Тимиртау. Жив и отлично себя чувствует. В сентябре хирурги областного перинатального центра провели уникальную операцию по ликвидации непроходимости кишечника у новорожденного. Клубы черного дыма, остающиеся после общественного транспорта, должны остаться в прошлом. Теперь контроль осуществляется не только по правилам дорожного движения, но и по выбросам вредных веществ в воздух. Четыре человека погибли и один попал в больницу в результате ДТП на трассе Караганда-Тимиртау. Авария произошла 10 октября в 4 километрах от Тимиртау. По сведениям полиции, 30-летний водитель БМВ не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет. В результате на месте погибла 21-летняя пассажирка машины. Сам водитель и еще двое пассажиров от полученных травм скончались в центральной больнице Тимиртау. Еще один человек, 21-летний мужчина, находится под наблюдением врачей. Факт дорожно-транспортного происшествия зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования. Назначен комплекс соответствующих экспертиз. По окончании будет принято процессуальное решение. Ежегодно в Карагандинской области рождаются около 10 детей с различными отклонениями. В сентябре хирурги областного перинатального центра провели уникальную операцию по ликвидации непроходимости кишечника у новорожденного. Спустя месяц восстановления малыш прекрасно себя чувствует и самостоятельно питается. Алия Анда Сынова не перестает благодарить врачей. Еще на 24-й неделе беременности у ее малыша выявили патологию развития – непроходимость кишечника. Рожать женщина должна была в столичной клинике, но судьба распорядилась иначе. Сильный и выносливый женаберген появился на свет в областном перинатальном центре в удовлетворительном состоянии. Никому такого не хочу пожелать, чтобы у кого-то такое случилось. Конечно, в первые дни это очень было тяжело. Когда маленький такой не успел ребенок родиться, прошло три дня уже на операцию. Благодаря хирургам, благодаря врачам, педиатрам, неоднатологам, которые выходили моего ребенка. Спасибо. Большая благодарность. Операция длилась больше часа. Особую сложность вызвало то, что непроходимость расположена в забрюшином отделе. Доступ туда практически закрыт. 12-перстная кишка ребенка была закрыта. Без хирургического вмешательства в таком случае не обойтись. Младенец только новорожденный. Его надо будет подготавливать, анализы готовить. Все анализы должны быть в норме. Таких детей, тем более вот этот ребенок, у него сложная патология со стороны анализа была. Изменения были в анализах. Несмотря на это, мы взяли на операцию. Анестезиологи, врачи с областной детской больницы, анестезиологи тоже участвовали. И в экстренном порядке взяли этого ребенка на операционный стол и прооперировали. После операции малыш целый месяц находился в реанимации. Искусственная вентиляция легких, обезболивание, специально подобранный план питания. В перинатальном центре новорожденный получил всю необходимую помощь. Этот ребенок постепенно стабилизировался. Мы его сняли с аппарата. Он начал усваивать питание. И потом мы его перевели в отделение дальше патологии выхаживания новорожденных детей. И вот несколько дней назад эта мама ушла домой. Сегодня же Наберген отлично себя чувствует. Особенностей в уходе за ним не требуется. Ежегодно в областном перинатальном центре рождается около 10 детей с патологиями. Случай кишечной непроходимости зафиксирован 4 раза. Всем детям с успехом провели операции. Они вернулись домой абсолютно здоровыми. Полина Малюкова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В преддверии 175-летнего юбилея великого мыслителя Абая Кунанбаева житель Каркаролинского района сделал подарок землякам. Монарбек Карим с сыном изготовили портрет Абая на камне методом гравировки. Его установили возле исторического здания в Каркаролинске. Место для такого подарка было выбрано не случайно. Когда-то именно в этом доме гостил отец Абая Кунанбай. И сам Абай в детстве был здесь много раз. Во второй половине 19 века этот дом принадлежал татарскому купцу Халеоле Бекмету. Сейчас здесь расположен районный отдел культуры. Памятный камень с гравюрой Абая весит более 2,5 тонн, высотой 350 сантиметров. Камень мы спустили с горы Кургантас, где когда-то происходило большое сражение с калмыками. На тракторе привезли его домой и начали работать. Помогал сын, он нарисовал эскиз. Затем мы выгравировали портрет Абая на камне. Всего на работу у нас ушло 4 дня. Дом, возле которого теперь установлен памятный камень, подробно описан в романе Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Сейчас здесь проводят экскурсии, подробно рассказывая о детстве великого мыслителя. В романе Ауэзова «Путь Абая» этот дом хорошо описывается. Когда он был в Каркаролинске, он приходил в этот дом. Описывается, как он проводил здесь время, как его встречали. С этим домом связано детство Абая. Празднование 175-летия юбилея Абая Кунанбаева – это одно из важнейших событий новейшей истории независимого Казахстана, направленное на углубление исторического сознания народа и всемерное продвижение духовной культуры страны в глобальном формате. Запланировано проведение порядка 500 различных мероприятий международного, республиканского и регионального уровней. Андрей Тенандрей Тимофеев, Первый Карагантинский. В стране стартовал третий этап проекта «100 новых лиц Казахстана». Заявки уже можно подавать на специальном сайте до 20 октября по шести сферам деятельности. Это наука и общество, бизнес, спорт, культура и медицина. Этот своеобразный конкурс позволяет людям, которые добились многого, рассказать всей стране об истории своего успеха. Проект «100 новых лиц Казахстана» продолжается и набирает свои обороты. В стране стартовал третий этап. В этом году немало изменений. Например, теперь можно самому подать заявку на участие в конкурсе. Раньше это делал трудовой коллектив или общественная организация. Если ты успешен во всем и хочешь поделиться своей историей, то этот проект – хорошая возможность. В этот раз акцент решили сделать именно на молодых и успешных. И это неспроста, ведь именно 2019 год объявлен годом молодежи в Казахстане. Подать заявку могут граждане до 39 лет по шести направлениям – наука и общество, бизнес и спорт, а также культура и медицина. Подать заявку на участие в проекте можно до 20 октября. Дальше следует этап голосования, заседание специальной комиссии. Итоги проекта подведут в декабре на презентации с участием Елбасы Нурсултана Назарбаева. В прошлом году победителями стали 29 человек. Среди них чемпион мира по спортивной акробатике – карагандинец Никита Амоскин. Андрей Тан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Автобусы Карагандинской области проходят особенную проверку. Каждое транспортное средство пройдет проверку на превышение выбросов вредных веществ в воздух. В целом контроль над общественными перевозчиками заметно увеличен. Клубы черного дыма, остающиеся после общественного транспорта, должны остаться в прошлом. Теперь контроль осуществляется не только по правилам дорожного движения, но и по выбросам вредных веществ в воздух. Нарушения зарегистрированы уже с первых дней инспекции. Кроме того, специалисты уделили особое внимание техническому состоянию транспортных средств, своевременному прохождению предрейсового технического и медицинского осмотра. Усиленно проводится работа по пресечению незаконной миграции и нелегальных перевозчиков. Цель которого является получение транспортных средств водителей, осуществляющих перевозки пассажировщиков и багажа, а также в целом увеличение безопасности пассажировщиков и перевозок. С января текущего года со стороны водителей общественного транспорта выявлено 654 нарушений правил дорожного движения, в том числе 5 аварий со смертельным исходом. Более 40% автобусов значительно превышают норму выбросов вредных веществ в воздух. Полина Малюкова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В лучших традициях казахстанского дерби Карагандинский хоккейный клуб Сарыарка на своем поле обыграл Усть-Каменогорская торпеда. Встреча завершилась со счетом 4-3. С первых минут матча хозяева льда захватили инициативу и плотно прижали соперника к своим воротам. Команды играли в равных составах, но со стороны было похоже на игру в большинстве. Первый бросок по воротам Эдуарда Рейзвиха торпедовцы нанесли во второй половине передачи. Но, несмотря на тотальное преимущество, счет в матч до первого перерыва карагандинские «Орлы» открыть так и не смогли. Во второй 20-минутке рисунок игры не изменился. Сарыарка продолжила нагнетать обстановку у ворот соперника. И уже на пятой минуте периода оборона дала трещину. Дмитрий Михайлов низом отправил шайбу в ворота. 1-0. А во второй половине периода Дмитрий Михайлов забросил вторую шайбу в матче и оформил дубль. 2-0 после двух периодов. В заключительной трети матча два точных выстрела удались Андрею Бирюкову и Владимиру Ионову. И счет стал крупным 4-0. Но не прошло и 30 секунд, как гости смогли отыграть одну шайбу. 4-1. А то, что произошло дальше, мало кто из присутствующих мог ожидать. Менее чем за три минуты до окончания основного времени торпеда получила численное преимущество, которое гости тут же реализовали. 4-2. А за минуту до финальной сирены гости оставили ворота пустыми, выпустив шестого полевого игрока. И это дало результат. 4-3. Пока такое некачественное умение довести такие матчи до логического завершения, до победы, без нервотрепки. Но пропустили серийный гол. После того, как забили четвертую шайбу, это неприемлемо. Да, серийные голы вообще плохие. Удаление в зоне атаки. И чуть-чуть игра поменялась. Рисунок игры поменялся. Ну, молодцы, что выстрелили, выдержали. Довели матч до победы. Надо учиться играть такие матчи до конца, чтобы не наступать на такие грабли. А так, в принципе, мне сегодня очень понравилась команда. Очень понравилась хоккей, которую команда играла. Следующий матч Сара-Арка проведет на выезде. 16 октября в Перми карагандинцы встретятся с местным клубом «Молот при Камье». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Увидимся в эфире телеканала «Первый Карагандинский». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин